Добрый день, уважаемые участники Великой Отечественной войны. Добрый день, ветераны и труженики тыла. Добрый день, жители города и Липецка. Я сразу хочу сказать на телевизионные камеры, чтобы потом нам не выставили иск за несанкционированный митинг. Мы пригласили совсем небольшую группу людей для того, чтобы открыть памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, вручить награды участникам Великой Отечественной войны и вручить партийные билеты нашим товарищам. 6 мая, как только был установлен бюст на постамент, жители города Липецка без какой-либо команды по собственному желанию и, судя по их лицам, принесли сюда цветы. Товарищ Сталин, наверное, бы отругал нас за нашу недисциплинированность, но сегодня, рано утром, специалисты сейчас уточняют, кто это. Они исследуют данные в виде наблюдения с разных ракурсов. появился здесь приблизительно в районе 4 часов утра и сделал свое грязное дело. Мы расцениваем это как вандализма. Я уже сегодня неоднократно отвечал на вопрос, какая преследовалась цель, что вы думаете по этому поводу. Ну что можно сказать? Или первое, что человек идейно готов был всю жизнь к этому, или второй ответ более носит бытовой характер, может быть по причине нездоровья. Я думаю, что специалисты, криминалисты найдут этого человека и желательно будет спросить у этого человека, зачем он это сделал. Но нам задают вопрос, а зачем вы поставили памятник товарищу Сталину? Мы, не задумываясь, отвечаем на это абсолютно просто. Еще в советские годы огромный памятник генералиссимусу стоял совсем недалеко от мэрии города Липецка, над которым, мне сейчас видно, развивается Триколор. Я не вижу там копии знамени Победы, хотя на сессии областного совета по инициативе депутатов-коммунистов не так давно было принято решение рекомендовать руководителям администрации всех уровней вывесить копию знамени Победы. Он стоял в сквере авиаторов. И ветераны помнят, после того, когда к власти пришел Никита Сергеевич Хрущев, этот памятник исчез из этого сквера. Как, впрочем, и совсем другие. В прошлом году мы ставили памятник Владимировичу Ленину в военном городке по просьбе военных пенсионеров. Памятник там стоял, установленный в советское время, но был разрушен вандалами во время начала махровой так называемой демократии. Заместителя главы администрации выполнили, но мы-то ведь просили установить его вот здесь, на этом месте. Запретительных документов мы не получили. И поэтому с марта месяца мы приступили к его изготовлению. Я напоминаю, бюст товарища Сталина нам подарили наши коллеги, коммунисты из Северной Осетии. А вот замечательный постамент выполнили товарищи во главе с этим замечательным человеком, которого зовут Александр Анастасович. Хороший ведь постамент, товарищи? Ну, аплодисменты так аплодисменты. Сегодня приходится цитировать, по-моему, это будет к месту, воспоминание маршала авиации Советского Союза Калаванову. Это воспоминание касается 43-го года. Он вспоминает, что сказал Иосиф Миссарионович Сталин. Я знаю, сказал Сталин, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее. Вот сегодня, к 70-летию Великой Победы, мы приняли решение воздать должное товарищу Сталину. Я уже отвечал на вопросы, за какие заслуги. Их очень много. Это укрепление могущества советского социалистического государства, с которым считались все ведущие страны мира. мы отдаем должное генералиссимусу Сталину за то, что он привел нашу страну, наши вооруженные силы к великой победе. Очень обидно и досадно бывает от того, когда нынешняя власть или верховная, или региональная в публичной риторике или в средствах массовой информации они говорят о великой победе в Великой Отечественной войне. То ли из-за скромности, а может быть по другой причине они не называют, кто победил в этой страшной войне фашизм. Советский народ, советские вооруженные силы, коммунистическая партия Советского Союза и правильно вы говорите во главе с товарищем Сталином. Я думаю, надо поаплодировать. Петр Иванович, я вам чрезвычайно благодарен от областной партийной организации за то, что вы не забыли и назвали тех, кто помогал вам в этом великом деле. А ведь сколько лет мы бились вот в те двери и вот в той стороне для того, чтобы этот памятник, а ведь какой величественный монумент получился, он, наверное, будет примером для подражания для других субъектов Российской Федерации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok